В начале учебного года в Юго-Гостинском государственном университете первым гостем вторничных бесед инженерно-экономического факультета стал экс-ректор, заведующий кафедрой биологии ИОГУ, профессор Таймур Аскокоев. Встреча с интересными людьми, жизненный опыт которых может послужить примером для достижения поставленных целей, необходимым будущим специалистам, считает декан инженерно-экономического факультета Мария Акабисова. Наш гость это бывший ректор нашего университета, кандидат биологических наук, профессор, который написал много книг по биологии, по экологии. Самое интересное, знаете, что вот прямо даже люди, которые далеки от биологии, они с восторгом приняли вот эту информацию, когда Таймур Аскакович написал, подготовил вот этот энциклопедический словарь по естествознанию, русско-осетинский, по естествознанию и медицине. Это не логизмы и система терминов. Никогда раньше такого не было. И действительно, это огроменный труд. И это яркий пример, когда человек посвящает себя науке. Вопросы и проблемы экологии в реальных современностях были основной темой обсуждения профессора со студентами. Мне приятно, что вы на самом деле интересуясь идти с проблемами экологии. Я думаю, что, ребята, вам тоже будет интересно. И обращайте внимание, какое у нас движение, правильно? Автомобили, прочее, и их довольно большое количество. Как вы думаете, влияет это на наше здоровье и вообще на экологию в общем? Да. А более такой ответ может никто не дать. Что они выделяют, эти автомобили? Выхлопные газы, правильно? И эти газы содержат что? Есть тяжелые металлы. Вы, наверное, о них слышали. Свинец, правильно? Кадми, цинк и другие. Вот эти машины выделяют в довольно большом количестве вот эти тяжелые металлы, которые, естественно, губительно влияют на наше здоровье. И кроме того, чтобы вы знали, допустим, мы когда-то проводили опыты около библиотеки нашей областной. мы брали оттуда из почвы образцы. И выяснилось, что в этих образцах довольно большое количество именно вот этих тяжелых металлов. Это о чем говорит? Вот обратите внимание, к великому сожалению, у нас нет такой возможности, чтобы мы закупали новые машины. То есть автомобили. Понятно? Они поддерживали кому-то 10, а то и больше. Да. К великому сожалению, если вся Европа перешла на велосипеды, ходит пешком, к великому сожалению, почему-то об этих вопросах мало у нас говорят. А мы должны ставить эти вопросы, потому что вы будущие Осетии. Среди вас есть инженеры. Пожалуйста, учтите инфраструктуру, потому что вот обратите внимание, какая у нас инфраструктура. Город должен расти. Богатый жизненный опыт профессора. Профессиональная деятельность в обозначенной сфере были интересны студентам. Его труды – большой вклад в сокровищницу осетинской науки. Это я посвятил жертвам Беслана. Ну, святое дело для любого осетина. Другой я посвятил Осетии. Вообще общий, конечно, потому что мы не можем разделить южную, северную и героическому народу Осетии, которая выстояла. Я преклоняюсь, конечно, перед Абаевым. Но, тем не менее, Абаев же тоже не биолог, и он не мог сего охватить. Около 4 тысяч слов. И, кстати говоря, не только биологические термины, но и общие принятые. То есть то, что мы употребляем ежедневно, такие слова тоже я много видел. И поэтому я постарался, короче говоря, сделать вот такой труд. Вот такого словаря нет у многомиллионных наций. Вызову времени, пандемию, последствия, проблемные вопросы флоры и фауны родного края были раскрыты и живо обсуждались на встрече профессора со студентами. Немало интерес вызвала тема национальной атрибутики и символики, аргументы и факты в пользу определенного вида цветка, как символика Юга Осетии. Наш символ, как животного, да, у Осетии, это среднеазиатский леопард. А что касается барса, то обратите внимание, потом вы в интернете посмотрите, барс очень неуклюжий, огромный. Он, кстати, намного трусливее, нежели леопарду, настоящий хищник. В общем, то, что нашему народу, вот да, и нашему характеру. Барс, обратите внимание, они обитают в Юго-Восточной Азии. Иран, Афганистан, Индия, Кашмир, Кафехостат, вот именно высокогорных вот этих, они, вот эти, снежный барс обитает там. Он никогда на территории Южной Осетии не обитал. У нас обитает леопард. Я захотел, чтобы у нас был тоже национальный цветок, потому что у всех народов есть. Это Я-Кришни. Умение ориентироваться в реалиях современности, уверенно решать задачи, которые ставит жизнь перед будущими строителями республики, также обсуждалось на вторничной встрече, организованной деканом Марией Кабисовой.